Добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы! Сегодня я предлагаю вашему вниманию видео рассказ о посеве, посадке и особенностях выращивания такого необычного, обычного растения, которое называется Далихоз. Но название может вас пугает, на самом деле это декоративная фасолька, которая растет у очень многих в саду, и у вас, и у ваших соседей. Если вы первый раз столкнулись с этим растением, то я хочу сказать, что это лиана, однолетнее растение, которое имеется в форме колоса такого и очень красивые фиолетовые цветы. И сама лиана, такого фиолетового цвета стебли, листья такие очень сочные, ее очень хорошо сажать на арки, на заборы, на сетку-рабицу. Она действительно создает очень красивую такую ажурную композицию и довольно-таки мощная. Удивляет именно семена этого растения Далихоза. Они настолько необычные, посмотрите, похожи на кофейные зерна, а с одной стороны такая белая красивая каемочка. Если кто занимается, может быть, украшением, декором каким-то, вы осенью можете собрать такие семена и сделать какую-то композицию. Если вы хотите получить раннее цветение Далихоза, декоративной фасольки, то вы уже в феврале, в марте, в любом случае, должны произвести с этими семенами определенные действия. Потому что, посадив их в землю, вы можете очень долго, прежде всего, ждать всхода этого растения. И, конечно, цветение у вас отодвинется на вторую половину лета. Если вот мы в марте сейчас произведем определенные процедуры, то уже буквально в конце мая, в начале июня Далихоз у нас зацветет. Такие семена имеют очень плотную оболочку. И весь январь месяц 2016 года я вела с вами разговор об особенностях семян. И мы говорили, что есть семена, которые требуют стратификации, а есть семена, которые требуют скарификации. И вот такое семя, как ни одно из других, требует именно скарификации. Именно потому, что здесь очень плотная оболочка. Нам надо взять острый предмет. Вы можете взять иголочку или маникюрные ножнички. И вот с обратной стороны, вот где у нас полосочка такая, ну вот в данном случае у нас белый выступ, очень хорошо видно. С обратной стороны его просто поцарапать, это семя. Для того, чтобы совсем чуть-чуть нарушить оболочку. И когда мы будем это семя замачивать и закалять, у нас водичка попадет в эту щелочку и она разрушит гормон роста, блокиратор роста. И растение быстро тронется в рост. И я хочу сказать, что очень часто вы мне пишите, что вы не можете вырастить кобею. Определённые сорта и поймеи декоративные. Не можете вырастить, может быть, декоративные тыквы, чекалкин орех. Ну, очень много таких семян, которые имеют вот такую плотную оболочку. Поэтому вот такая процедура называется скарификация. То есть это мы очень легонечко царапаем плотную оболочку. Совсем чуть-чуть, только для того, чтобы туда вошла влага. Итак, такие семена я замачиваю, закаливаю и скарифицирую. Процедуру эту провожу ещё с помощью губа. Это метод, который я вам советую на протяжении всей зимы и весны. Для того, чтобы прежде всего наши семена закалить и стимулировать именно в активную фазу роста. Вы можете губки замочить в растворе эпина, циркония. Можете замочить фитоспорин. Я вот в данном случае, по вашему совету, в этом году использую только фитоспорин. Посмотрите, мы смачиваем губки. Две губки вам для этих целей нужно. Достаточно хорошо. Так, чтобы вода отжать её, она всё равно должна быть влажной. И теперь вот эти семена мы располагаем на мочалочке. Накрываем второй губкой. И соединяем резиночкой обычной. Такую резиночку вы можете купить в отделах констовара для детского творчества. Но очень многих они в доме есть. И у нас таким способом образуется вот такой вот бутерброд. Я помещаю его обязательно в целлофановый кулёчек. У меня вот такая сумочка с замочком. А вообще обычный целлофановый пакет. Если есть вот таким с замочком, это очень хорошо. Если нет, просто в целлофановый кулёчек. Закрываем или завязываем. И вот такую бутерброд, вот такую губку, я сразу кладу на достаточно тёплую, горячую батарею на 12 часов. В связи с тем, что такие семена мы проращиваем конец февраля, начало марта, обычно ещё центральная система отопления у вас работает. А если это уже вторая половина марта или отопление у вас отключили, вы можете использовать любое тёплое место. Может быть чайничек, какую-то паровую такую сделать, как баньку небольшую, чтобы было тепло. Ну, вы придумаете что-то. 12 часов у меня такие семена находятся на батареи. И следующие 12 часов они будут находиться у меня в холодильнике. Перепад температур, большой плюс и большое понижение температуры, как я вам сказала, разрушает блокатор роста. Особенно таких плотно оболочковых семян. И растение трогается в рост. Особенно, обратите внимание, кто хочет вырасти, ну вот, например, кобея. Такие семена находятся в таком состоянии достаточно долго. Могут быть до 5 дней, а то и до 7. Вы ждёте, когда проклюнутся корешки, это клювики такие. Не волнуйтесь, в таком состоянии, вот губки, такой бутерброд, с вашими семенами ничего не случится. Там происходит такой микроклимат создаётся. И семена не задохнутся и не сгниют. А если вы такие семена плотные замочите просто в тряпочке, в бинтике или в салфетке, ваши семена могут просто сгнить. От того, что они находятся, во-первых, в достаточно мокром такой среде. И плюс вы придерживаетесь тёплой температуры долго. И растения до недели, они просто у вас могут сгнить или заплесневеть. И вот таким способом, где-то до недели, такие семена я буду закалять и проращивать. И только после того, как появятся клювики, корешочки, я потом посею вот в такие контейнеры. Они очень удобные, я использую с молочных продуктов. Вы можете использовать стаканчики, любую тару, которую вы приготовили. Это не принципиально. Дорогие мои зрители, хочу обратить внимание на то, что все вот эти вот семена, которые мы сейчас с вами высаживаем, лианы, имеют стержневой корень. И они не предопределяют пересадки. Поэтому, пожалуйста, берите контейнеры достаточно высокие, пусть они будут узенькие, но достаточно высокие. И пересаживайте на постоянное место только методом перевалки. Постарайтесь корневую не тревожить, потому что все лиановые не предопределяют пересадку. Скажу вам по секрету. К таким семенам относятся это все лианы, и помея может быть, кобея, как я вам говорила, тунбергия не переносит пересадку. Ну, много достаточно, вот фасолевидные такие семена. И с ними надо быть очень внимательными. Мы с вами высаживали мину, тоже это лиана такая необыкновенная. Вот. Полив достаточно умеренный. И только прорастают корешки, лиана быстро трогается в рост. До высадки в грунт я вам не советую стимулировать удобрениями, потому что она очень быстро растет. Вы просто не успеете ее высадить в грунт, корневая система будет упираться в контейнер и будет страдать. И летом, я надеюсь, что мы с вами полюбуемся таким необыкновенным растением нашего сада, которое называется Далихоз. Ну, сейчас я вам продемонстрировала только семена, а летом, я надеюсь, мы встретимся возле красивой-красивой лианы. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами. Подписывайтесь на мой канал.